Добрый день, друзья! Это программа «Частно-честный детектив». Мы выводим людей на чистую воду, прижимая их к стенке, давим им на горло. В общем, выясняем, что да как. Пару лет назад была вспышка позитивных отзывов об этом заведении, что навело нас на мысль, что здесь что-то не так. Мы взяли и внедрили своего специального агента, после чего нам начала поступать странная информация разного характера. Сейчас «Частно-честный детектив» пойдет и выяснит, что здесь происходит. Пойдемте! Представьтесь! Я не могу вам представиться. Я опасаюсь за свою жизнь. Так, все верно, все верно. Здесь высока угроза. Ну тогда, может быть, начнем? Рассказывайте. На какое нам место обратить свое внимание первым делом? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на склад. Там творятся какие-то темные дела. Я не сомневался, что на складе творятся темные дела. Ну вот, уважаемые друзья, мы в эпицентре зла. В преисподней автомаркета гараж. Мы у входа на склад. Сейчас мы их выведем на чистую воду. Частно-честный детектив порыбачит в мутной воде. Сейчас мы их прижмем к стенке. Сейчас мы узнаем, у кого рыльца в пуху. Сейчас мы... А, ну погнали, погнали. Сейчас сразу подходим и слева-слева на руки ему, на руки. Договорились? Пошли. Так всем стоять! Работает «Частно-честный детектив». Молодой человек, что это у вас в руках? Что у вас в руках? Ничего. Представьтесь. Антон. Антон, как давно вы работаете в автомаркет-гараж? Полгода где-то. Полгода, и вы не знаете, что это такое? Я первый раз вижу. Возьми крупно, возьми крупно. Возьми крупно. Это, скорее всего, их дилер. Это, скорее всего, их дилер. Какое ни хренительное ничего. Дмитрий. Дмитрий, а расскажи, сколько лет ты здесь работаешь? Месяц. Дмитрий, ты знаешь, что это такое? В чем у тебя нос, Дмитрий? Пыль. Пыль, здесь пыльно. Он говорит, здесь пыльно. Обрати внимание, здесь и правда пыльно. Эй, паренек. Паренек. Ты чем тут занимаешься? Я, я, я. Мету. Что ты метешь? Ты черенком возишь по асфальту. Грязь, грязь. Ох, грязь. Мне одному кажется, что они здесь все убацаны. Возьми крупно, возьми крупно. Парень укачивает растворитель. Молодой человек. Я? Представьтесь. Василий. Василий, в чем ваш нос? Пыльно, наверное. Здесь очень пыльно. Здесь очень пыльно. Василий, подскажите, где ваш начальник? Пойдем, пойдем. Пойдем. Не будем мешать, ребята. Работайте. Обратите внимание, здесь очень длинные коридоры. Это сделано специально для того, чтобы было легко уйти от погони. Но честно-честный детектив поймает большую рыбу. Нам нужно проверить, чисто ли в коридоре. Я знаю один приемчик. И меня научили выполнять его во Вьетнаме. Все отлично, все чисто. Идем за мной. Идем за мной. Ну вот, друзья. Мы у самого-самого входа. Сейчас мы поймаем большую рыбу за хвост. Сейчас мы ей почистим плавнички. Сейчас мы ей пересчитаем перышки. Не, перышки у рыбы. Ладно. Молодой человек, представьтесь. Молодой человек, представьтесь. Сергей? Сергей, кем вы работаете? Я здесь работаю начальником склада уже два с половиной года. Начальник склада два с половиной года нюхает какую-то штуку на рабочем месте. Сергей, подскажите, что это? Товар? Это обычный товар. Он говорит, что это товар. Он говорит, что это товар. Честно-честный детектив его выведет на чистую воду. Сергей, подскажите, а как он к вам попадает? Я не знаю, как. Спросите, поднимитесь, пожалуйста, выше. Там вам ответят на все вопросы, думаю. Все, что я могу вам сказать. След выводит нас наверх. Ну а кто же, а кто же у нас на втором месте? А в офисе постоянно происходят какие-то штуки-дрюки. Ни минуты не сомневался, что в офисе происходят штуки-дрюки. Вот, друзья, дорожка из белого порошка привела нас в очередную, в очередное логово. Это логово в автомаркете «Гараж» называется офис. Честно-честный детектив их выведет на чистую воду. Сейчас мы порыбачим, порыбачим в мутной воде. Сейчас частно-честный детектив прижмет их к стенке. Честно-честный детектив без каких-то колебаний их выведет на божий свет. Давай, за мной. Честно-честный детектив. Офис. Там матерые, прожженные ребятки. Придется с ними попотеть. Но ничего, сейчас мы им устроим ушки на макушке. Так, ребята, всем стоять. Работает частно-честный детектив. Сейчас мы вас выведем на чистую воду. Молодой человек. Молодой человек, представьтесь. Артем. Артем, кем вы здесь работаете? Специалистом по тендеру. Специалистом по тендеру. Итак, Артем, у меня к вам будет вопросик. Сколько раз за день вы нюхаете кокс? Четыре с половиной. Четыре с половиной раз. Неплохой результат за день. Частно-честный детектив порыбачит в мутной воде. Внимание, кто отвечает за закуп? Кто здесь отвечает за закуп? Построились? Сейчас честно-честный детектив покажет вам ушки на макушке. Так, ребята, не хохочем. Представились? Ольга. Антон. Елена. Василий. Кто среди вас главный? Главный. Как звучит ваша должность? Руководитель отдела закупа. Руководитель отдела закупа. Так, ребята, мне от вас нужна очень важная информация. А ну давай, признавайся. Где берете наркоту? Новосибирске берем. У техкомплекта и глотей. Москва. Прайд. Новосибирске. И что вы с этим всем делаете? Ставим на приход. Они ставят на приход. Они ставят на приход. Мы еще к вам вернемся. Ни одному кажется, что вон та подозрительная девушка что-то от нас скрывает. Зададим ей пару вопросов. Девушка, представьтесь. Татьяна. Татьяна, кем вы работаете? Ревизор. Она ревизор. Татьяна, подскажите, пожалуйста, нас очень интересует, как часто пропадает кокс со склада? В последнее время очень редко. А как было до этого? Почаще. Почаще? В каких количествах? Это секретная информация. В деньгах? Ну, хотя бы в деньгах, не в штуках. Не могу сказать. А можете сказать, помогаете ли вы складу с недостачами? Помогаю их устранять. Мы их выведем на чистую воду. Частно-честный детектив выяснит, кто отвечает за баблища в этой компании. Вон та симпатяшка сейчас нам ответит на пару вопросов. Представьтесь, пожалуйста. Вы ко мне? Абсолютно. Наталья Александровна. Наталья Александровна, кем вы работаете? Ну, как вам сказать, подпольным главным бухгалтером. Подпольным главным бухгалтером. Наталья Александровна, ни для кого не секрет, что у вас Шуры-Муры с Сергеем Валентиновичем. Скажите, сколько лет это продолжается? Шесть. Штук. Лет. А можете вспомнить дату? Конечно, 7 марта 12-го года. 7 марта 12-го года. Получается, шесть лет. Верно? Совершенно верно. Шесть лет. Мы все-таки порыбачим в мутной воде. Ну вот еще одна симпатяга. Девушка, представьтесь. Николаева Жанна Евгеньевна. Жанна Евгеньевна, кем вы здесь работаете? Дворником. Черт, повери. Мне кажется, она темнит. Мне кажется, она темнит. Сними, сними, пожалуйста, ее ноги. Она, по-моему, ни хрена не в валенках. Жанна Николаевна, где ваша лопата? Где ваша лопата? Там стоит. Там. Николая Лазанна Евгеньевна. Из каких еще мест к вам стекается грязная наличечка от ваших темных делишечек? Мариора, лента, пятерочка. Можете загибать пальчики. Все. За моим левым плечом скрывается подозрительная мадама. А давай-ка зададим ей пару вопросов. Девушка, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Перегудова. Юля, кем вы работаете? В галтере по начислению заработной платы и налогов. Мы наслышаны о любовных треугольниках в автомаркете «Гараж». Признайтесь честно, кто ваш любовник? Сергей Валентинович. Сергей Валентинович, чем он вам так приглянулся? Очень порядочный молодой человек. Занимается закупом запчастей, ремонтом оборудования. Ага, один хотел отсидеться. Молодой человек. Молодой человек. Мы с телеканала «Дождь». Это частно-честный детектив. Не суть. Это пофиг. Мы знаем, что вы занимаетесь здесь должной специалиста IT-отдела. И втихушечку отмываете биткошечки. Скажите, правда это и представьтесь. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, расскажите о ваших познаниях за биткоины. Говорят, что сегодня можно на них купить все, что угодно. И никто ничего не поймет, и никто никого не найдет. Да, так и есть. Можно купить оружие, наркоту и т.д. и т.п. Без проблем. Черт побери. По-моему, мы нарыбачили в мутной воде. Честно-честный детектив. А еще обратите внимание на лысого мужика. К нему сильно большое внимание от девчонок. Честно-честный детектив обязательно обратит внимание на лысого мужика. Ну вот и честно-честный детектив опять напал на след. Очень подозрительный мужик попался на... Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь работаете? Да, да, да. Подскажите, а кем вы работаете? Главным инженером. Это главный инженер. Это главный инженер. Не зря ходят про него слухи, что он большой путешественник. Еще и завхоз. Еще и заведующий хозяйственной части. Так, спецагент. А что еще подозрительного есть в вашей организации? Да из кафе постоянно раздаются то гавканье, то мяуканье. Это подозрительно. Надо выводить их на чистую воду. Вот мы и забрались в святая святых на кухню. Сразу в глаза бросились какие-то подозрительные грибы у ребят. Не знаю, что они из них делают. Но потом, наверное, после них смотрят прекрасные мультики. Молодой человек, представь. Михаил. Михаил, кем вы работаете? Официант. Отлично. Молодой человек? Олег. Олег, очень приятно. Кем работаете? Олег. Шеф-повар, скажите, а... Что входит? Что входит в ваше фирменное блюдо? Какие ингредиенты? Кошка, собака, крыса. И еще? Морская свинка. Морская свинка. Отлично. Спасибо, Олег. Всего вам. А есть что-нибудь подозрительного в магазине? Как дела происходят в рознице? Да в магазине что-то постоянно все ребята ходят с какими-то белыми носами. То ли пироги там стряпают, то ли что там они делают. Непонятно вообще ничего. Непонятно белые носы, непонятно. Сейчас мы снимем маски. На первый взгляд все выглядит как в обыкновенном магазине. Полки, товар, продавцы. Ничего подозрительного. Абсолютно ничего подозрительного. Но стоит копнуть глубже, помчали. Нам стуканули на одного парнягу. Сказали зовут Вася. Дерзкий паренек. Что-то творится. Что-то там творится незаконное. Ну вот мы подловили еще одну работницу в автомаркете Гараж. Девушка, представьтесь. Здравствуйте, меня Ксения зовут. Ксения, чем вы здесь занимаетесь? Ой, работаю. Ксения, говорят, вы любите побаловаться носиком. Ой, ну кто такой говорит? Ребята на складе говорят, что у них иногда пропадает снег. А у вас рыльца после этого в пушку. Верно ли это? Ну пусть они на себя сначала посмотрят. Согласен, пусть смотрят на себя. Вот Илья, ответь пожалуйста, правда ли, когда ты говоришь да, это означает, что нет, а что нет, это да. Да. Да, это значит нет или это он ответил да. До нас дошла информация и говорят, что это стопроцентная правда, что у тебя в комнате, в спальне над кроватью висит трехметровый плакат обнаженного Константина Лемкова. Это правда? Да. Ну вот мы в поисках еще людей, нам нужно выяснять, мы ищем правду, мы доскрываемся добра. О, молодой человек, молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Василий меня зовут. Василий, у нас к вам один вопрос. Кто в автомаркете гараж лучше всех умеет врать? Пусть и добры, скажите. Я Сашка Дубинский. Ну вот мы поймали представителя розницы, представьтесь. Александр Дубинский. Александр Дубинский. Александр, подскажите, какой товар самый продаваемый в автомаркете гараж? Незамерзайка. Незамерзайка. Наши подозрения, наши подозрения абсолютно сходятся. Александр, а правда, что маленькие пакетики с белым порошком вы прикрепляете к банкам незамерзающей жидкости? Нет, это неправда, это ложь. Это ложь. Ну вот мы и нашли одного из старших в этом зале. Молодой человек, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Денис, я старший продавец. Денис, у меня к вам один вопрос. Скажите, почему у вас так хорошо продается незамерзающая жидкость? Потому что с ней идут маленькие бонусы. Мы все знаем про ваши бонусы. А, смотри все, ты посмотри, посмотри, в каких количествах ее выносят. Это все из-за маленьких бонусов. Я тебе говорю, это все из-за маленьких бонусов. А про сервис, про автосервис, можешь что-нибудь нам сказать про автосервис? А в автосервисе вообще темный лес. Там вообще шуры-муры постоянные. Слушай, Сереж, а меня точно никто не узнает? Не-не-не-не-не, конечно, нет, это без варианта. Гарантирую, тебя никто не узнает. Ну вот мы и в автосервисе. Встретили еще одного подозрительного парня. Будьте добры, представьтесь. Константин. Константин, кем вы работаете? Руководителем автосервиса. Константин, как много поговорок вы знаете? Мало. Очень мало поговорок. Это плохо, потому что я сейчас скажу конец поговорки, а вам надо будет назвать ее начало. Звучит это так? То рубаха короткая, то рабочий день длинный. Еще есть много хороших поговорок о труде. О труде. Работа не гол, лес не убежит. Еще, еще. Из труда не вынешь рыбку из пруда. И? Учение света, неучение чуть светы на работу. Мы его поймали прям за совершением преступления. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Павел. Павел, как давно вы работаете? Четыре года. Четыре года. Павел, что вы в данный момент делаете? Ремонт системы охлаждения. Ремонт системы охлаждения. Это у них так называется. Мне кажется, вы что-то запихиваете туда запрещенное. Нет, никак, никоим образом. Это мы еще выясним. Молодой человек, представьтесь. Александр. Саша, Эльдарчик, Костик, Борис, Павлуша, Алексей, сынок, Евгений. Ну вот, ребята, мы на крыльце очередного зловещего местечка автомаркета «Гараж». Сейчас мы их будем выводить на чистую воду. Следуй за мной. Так, всем стоять. Работает сейчас начестный детектив. Ребята, ребята, покучнее встаньте, покучнее встаньте. Молодой человек, представьтесь. Шухрик. Молодой человек? Есть. Александр. Так, кто среди вас старший? Александр. Так, Александр, значит, будем задавать вопросы вам. Скажите, говорят, что ваш бизнес связан с колесами. Все верно. Все верно. Скажите, сколько колес прошло через ваши руки? Затрудняюсь ответить. Ну, говорят, что вы снабжаете весь индустриальный. Да, все верно. Все верно. Я так и знал. Я так и знал. Мы их выведем на чистую воду. Индустриально, говорят, еще засланцы с Октябрьского бывают. Нет, нет. С Павловской и с Ребрихи. И с Ребрихи. Привет, друзья. Наш источник сообщил нам, что этот парень нам может очень сильно помочь и продвинуться в нашем расследовании. Пойдемте, пойдемте познакомимся с ним. Добрый день. Добрый день. Это программа «Честно-честный детектив». У меня к вам пара вопросов. Наш источник сообщил, что вы сможете нам помочь в нашем расследовании. Будьте добры, представьтесь. Алексей. Алексей, очень приятно. У нас к вам несколько вопросов. Помогите, помогите. А то иначе наши расследования заходят в тупик. Можете что-нибудь, как-нибудь рассказать нам про ваших сотрудников? Ну, сотрудники у нас адекватные. Вот Антон Юршов. Снимается фильмы для взрослых. Фильмы для взрослых. Ты это слышал? Ты это слышал? Я же знал, что здесь все будет попахивать криминалом. Дальше что? Юля, кассир. Курит за гаражами вроде взрослая девушка, а курит до сих пор за гаражами. Она все курит за гаражами. Отлично. Не совсем могу понять, как это поможет нашему расследованию. Ничего. Спасибо, Алексей, за информацию. Что-то еще? Да, еще есть. У нас целые кадры есть. Например, Татьяна Усольцева за три года встречала с шестью мужиками. Представляете? Шесть мужиков за три года. Это как три мужика за шесть лет. Хотя нет. Молодой человек, представьтесь. Антон. Антон, у нас есть достоверная информация о том, что вы в период с 2006 по 2008 год снимались в фильмах с Еленой Берковой. Правда это, нет? Нет, не правда. В это время я сидел у бабушки, пил чай и смотрел на календарь. Нас, что я не знаю, нас надули. Здравствуйте, девушка. Представьтесь, пожалуйста. Юлия. Юлия, скажите, а правда, что в 98 году вы курили за гаражами сигаретки и ломали палочку вот так вот, чик, на пополам, что потом руки не воняли и мамка не спалила? Нет, не правда. У нас есть информация о том, что в период с 2002 по 2003 год вы встречались одновременно с шестью мужчинами. Правда это, нет? Шесть мужчин с организацией, нет? Шесть мужчин с организацией. Нет, это ложные показания. Спасибо, будем иметь в виду. Спасибо. Молодой человек, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Александр, скажите, вы знаете, что у вас происходит на складе? На складе не особо. Ну, ничего, не видели подозрительные пакетики веселых ребят? Не, не, не. Сами-то не-не? Не балуйтесь? Смотрите мне, Александр. Что-то еще подскажете, Алексей? Конечно, Мария Башкинцева пьет у нас в ресторане ликеры, коньяки, бывает и такое у нас в организации подпольной. Пьет ликеры, коньяки, бывает и такое. Ну, почему нет, если у человека есть на это деньги? Алексей, с чем-то сможете нам еще помочь? Конечно. Продавцы, вообще там общак одного Алексея Павлова не хотят брать, говорят, мало еще работает. Мало работает, не хотят брать в общак. Мы проверим эту информацию, Алексей. Добрый день, девушка. Будьте добры, представьтесь. Здравствуйте, Мария. Мария, кем вы здесь работаете? Руководитель отдела запчастей. Мария, а вы ходите в кафе? Регулярно. Мария, а правда говорят, что в кафе вместо Блю Кюросау используют вот данный продукт? Правда? Я так и знал. Мы их увидим на чистую воду. Алексей, как давно вы здесь работаете? Уже третий месяц. Третий месяц. Ну и что, с общака начало вам что-то перепадать? Пока нет. Братва не делится. А про пакетики, прилепленные к незамерзаке, что-нибудь знаете? Пакетики? Не видел пакетиков. Он молодой, ничего мы от него не набьемся. Счастливо, Леша, счастливо. Казина Людмила Петровна, менеджер по персоналу. Менеджер по персоналу. Людмила Петровна, у меня к вам серьезный вопрос. Ну только заранее вам говорю, мы все про всех знаем. У нас здесь есть свой агент. Мы накопали кучу информации. И все про всех знаем. Расскажите, правда, что у Юлии Перегудова и Сергея Валентиновича шуры-муры? А мы пока шли сюда, обратили внимание на высокую даму. Алиса, что ли? Алиса? Так она в детстве в растишку упала, в чан. Упала в чан с растишкой. Неплохая информация. Какова вероятность того, что Наталья Александровна на тайну все-таки встречается с Сергеем Валентиновичем? Вполне возможно. Не исключаете? Нет. А вы на складе бываете? Да. Нравятся вот эти вот пакетики с белым порошком вам? Да. Александр, у нас к вам серьезный вопрос. До нас дошла информация, что вы любите пописать в лифтах? Да. И в раковину. И в раковину. Отлично, спасибо. Мы, в принципе, за этой целью пришли сюда. Девушка, будьте добры, отойдите в сторонку. Нет. Стой на месте. Представься. Меня зовут Алиса. Алиса, это программа «Честно-честный детектив». Мы выводим всех на чистую воду. Конкретней? Что конкретней? Что на чистую воду? Всех выводим на чистую воду. Давайте вопрос. У нас к вам один вопрос. Только не... Какой Сергей Тангалович? Откуда вы знаете, как меня зовут? Правда ли то, что вы в возрасте трех лет упали в чан с растишкой? Да. Слушайте, Алексей, все-таки давайте подытожим. Кто? Кто? Кто в автомаркете «Гараж» все-таки большая рыба? Кто козырной туз? Кто крестный отец? Кто за всем этим стоит? Кто у руля? У нас единственная мама этой босс Султанова Елена. Ну, мы пошли ловить большую рыбу. Честно-честно, детектив. Что-то здесь. Что за темное место? Что за темное место? Ну вот, мы и у входа в офис. В офис большой рыбы. Я не знаю, что нас там ждет, но лучше быть готовым ко всему. В общем, мы всех выведем на чистую воду. Опа! А здесь никого нет. Успела скрыться. Как она это делает? Наверное, у нее серьезная подготовка. Но ничего. Я слышал, что у них 29-го числа корпоратив, посвященный 2018-му новому году. Мы ей зададим там неудобные вопросы. Она нам там за все ответит. Честно-честный детектив. Смотрите 29-го числа 2017-го года. Пока. Сейчас мы их выведем на чистую воду. Сейчас мы порыбачим. Порыбачим в мутной воде. Че-то я забыл, че-то учел. Какая шляпа у нас там? Аня, обрати внимание, здесь пустые коробки. Здесь что-то происходит, что-то неладное. Черт. Дмитрий, как давно вы работаете в компании Автомаркет Гараж? Да, месяц где-то. Честно-честный детектив их выведет на чистую воду. Да, да. Мне кажется, он унос в пыли. Или в снег. В метре от раскрытия преступления века. Сейчас мы пошевелим перышки. Почистим чешуйки. Ну вот, друзья. Кровавый след. Блин, почему кровавый? Кто крестный отец? Кто за всем этим стоит? Кто у руля? Кто? Я уже не могу кто-то, когда ты меня остановишь. Честно-честный детектив выведет на чистую рыбу. На рыбу. Честно.